Всем привет! Это канал Просто о парфюме, где мы рассказываем про нишевую парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. И по ссылке в описании переходите на наш интернет-магазин, где вы можете приобрести почти всю парфюмерию, о которой мы рассказываем. И даже больше. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем делать долгожданный обзор. Для нас самих, в первую очередь. На новинке от Eccentric Molecules. Хотя мы их получили давно. Как только они появились в России, но наши клиенты их моментально разобрали, и мы даже не успели снять видео. Да, поэтому... С небольшой задержкой. Сегодня они у нас в сборе на нашем столе, и мы вам про них пытаемся рассказать. Наверное, это будет самое короткое видео. Да. Ну что ж, давай начнём. Давай. Давай начим с тебя. Я обычно начинаю. Этот аромат популярный был летом. Ну, сейчас лето ещё есть, но из всех троих, мне кажется, для лета он прям номер один. Кстати, у них упаковку поменялось. Сверху ещё надевается такая штучка. Что не очень удобно. Да. Сейчас всё закрою, на место поставлю. Как конструктор какой-то. Вот, оформление, если кому интересно. Молекула плюс мандарин. Мандаринки. Мандаринки, мандаринки. Пахнет мандарином. Но больше, если как лаборатория лофатива мандарина пахнет больше, как такой кожурой мандарина с горбчинкой, то тут больше самая мякоть новогодних мандаринок марокканских. В принципе, можно этот аромат использовать и на Новый год, потому что у нас у всех аромат мандарина ассоциируется именно с Новым годом. Поэтому для лета и для зимы классный, весёлый, поднимающий настроение, мне кажется, аромат. Потому что из всех вот этих ароматов он самое поднимающее настроение. Это очень важно. Да, и хотела бы сказать, почему-то принято, что цитрусовые ароматы должны носиться летом. Хотя всех красивее, они звучат зимой. Ну, как-то такой морозный. Да. Минус 10-20. Так что возьмите на заметку, и, возможно, в этом году, на Новый год, вы будете душиться не вишней, не чем-то тяжёлым, вечерним, а именно цитрусовыми ароматами. И они более стойкие зимой. Ну что, с моей стороны синенькая коробочка, тоже конструктор. Из всех трёх ароматов мандарин хорошо на лето популярный, но самый популярный это с ирисом. Да, вот он. Мне кажется, он подойдёт, в принципе, на любой сезон. Ирис, именно. Потому что он самый... На каждый день. Всем, да. На каждый день не душит, не надоедает, не напрягает. В то же время шлейфовый и стойкий. Почему это было в покое? Не знаю. По привычке. Достойно. Показала, и всё. Всё, и спрятала. Да. Оформление такое же, только уже в синем цвете. Почему он не пахнет орешками? Ну, мне тоже есть такое немного, да. Потому что на коже он пахнет ирисом, корнем ириса, и немножко такой пудрово-молочный. Да, запудривается. А тут я не понимаю, где вот эта вот нежность. Пахнет орешками. Вот в накоженности. Сбила с толку чуть-чуть. Да. Сбила с толку у нас. Ты тоже орешками пахнет? Да, но вообще он запудривается, и правда, на коже. На коже так же звучит. Немножко похож на интерлюд. У меня всё, что пахнет орешками, похоже. Грецким уреком. Ну, интересно раскрыться. Видите, мы сейчас сидим, и у нас совсем по-другому что-то раскрывается. Что-то сегодня сложилось так, что он звучит по-другому. Да. Но при этом не теряет свои привлекательности. Да, поэтому если хочется что-то такое, как раз пудровое, на смену второй молекулы обычной, то обязательно обратите внимание на молекулу плюс ирис. С древесными нотами ирис очень хорошо сочетается. Да. Почему не пахнет орешкой? Следующая это молекула плюс пачули. Этот аромат рекомендую на осень. Пачули все красивее звучит такую... В дождливую. В дождливую сырую погоду. Как раз у нас были дожди летние. Это самые тяжелые молекулы из всех троих. Самая необычная, я бы сказала. Для тех, кто любит пачули, она просто идеально зайдет. Мне вот очень нравится пачули. Чуть-чуть плесень, сырая земля. Да, сырая земля, очень вкусно, с плесенью. Но при этом я не скажу, что аромат убийственный, очень сильный, достаточно деликатный для пачули. У нас даже некоторые смешивают пачули и ирис вместе. Что получится? Мне кажется, он помягче будет звучать в пачули. Ну, мне кажется, в принципе, он и так звучит не жёстко. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Я бы поспорила. По сравнению со всеми троими, он звучит жестковато. Видно, что бренд хотел угодить всем. Да. Цветочный. И цветочный, и цитрусовый. И потяжелее, потому что и по необычнее, потому что пачули это такая нота на любителя. Да, вот с пачули они прям рискнули, я бы сказала. Причём сначала все у нас клиенты в один голос говорят, да, ну с пачули как-то не очень. Сейчас, вот буквально на днях, все прочувствовали, видимо, пачули и стали его больше брать. Да, ирис раскрылся. Ну, всё равно орешком немножко пахнет, но запудрился. Что-то очень напоминает. Не могу понять, что. Ну, что-то с ирисом. Может, арестату? Нет. Такой ирис горчинкой, пудровой горчинкой. Ну, как будто смесь, да, самого ириса и корня ириса. Так вот назвала. Да. Надеемся, что это видео было для вас полезным. И вы, может быть, также ждали этот обзор долго, как и мы. Может, вы уже попробовали какую-то из молекул. Напишите, какая вам больше всех понравилась. Может, у вас уже есть в коллекции какая-нибудь. Да, может быть, у вас и не одна, все три. Поэтому ждём ваших комментариев. Как обычно, мы всё читаем. Описание этого аромата вы можете посмотреть у нас на сайте. В ссылке в описании есть вся информация. И пока-пока.